10 часов 6 минут в Москве, в тудии по-прежнему Александра Писарева и ко мне присоединился политолог Дмитрий Куликов. Доброе утро, Дмитрий. Доброе утро. Начнем мы с того, о чем мы сегодня утром уже говорили, на самом деле, но что волнуется вчерашнего дня так точно подавляющее большинство россиян, и не только, это, конечно, ситуация в экономике. Доллар, евро, ну, евро все-таки остается, мне кажется, где-то чуть-чуть на втором плане, все-таки доллар, нефть в основном, об этом сейчас говорят. Ну, да, только нужно понимать, что, конечно, в принципе, экономика мировая на самом деле, ну, единая, целостная, и это очень сильно добивались Соединенные Штаты долго, ну, и теперь нужно понимать, что они просто пожинают плоды, и то, что капитализм, в принципе, победил во всем мире и стал мировой системой, вот, вот этого они не учитывают, потому что, я считаю, что действительно экономика мировая и американская в этом смысле, а другой нет, вошла в серьезный кризис в 2008 году, из которого она никуда так и не вышла. Ну, вот об этом и говорила Владимир Соловьев сегодня, что это продолжение. Никуда она не вышла, вот, а в тот момент, когда они начали играть с разными санкциями и разными политическими решениями, вот, то системный сдвиг ударил, в том числе, и по ним. И интересный вопрос, чем все это закончится, потому что я не могу вот прям сегодня утверждать, что мы точно, однозначно вошли уже в какую-то следующую, более мощную фазу этого мирового кризиса, но симптоматика такая очень, очень похожая, да, потому что, ну, действительно, вот, Володя Соловьев говорит про то, что Америка обладает неким таким ресурсом деловой активности практически уникальным, Это правда. Действительно, американская цивилизация, вот, бизнес-активность всегда ставила на первое место, и действительно, в Америке существует такой образ жизни делового человека, может быть, самый развитый во всем мире, это правда. Но при этом системная проблематика крупных кризисов капитализма никуда не делась. Вот давайте посмотрим, мы знаем несколько кризисов там за последние сто лет, но остановимся на трех. Вот Великая депрессия, Володя тоже о ней упоминал, он сказал важную вещь, с которой я согласен, что, конечно, решающим фактором выхода из депрессии была война. Это очень сильно должно нас настораживать. Это означает, что мировая система капитализма другого способа пока не знает преодоления таких кризисов. А вторым, вот, по значимости фактором, был отнюдь не либеральный фактор, а очень даже такой государственный, государственным решением все было сделано. Соединенные Штаты в какой-то момент запретили хождение золота на своей территории, под угрозой тюремного заключения обязали всех золото сдать по фиксированной цене до кризиса. Кто не сдал, тот получал десятилетия тюрьмы вообще-то. Ну так, на секундочку, очень либерально. И действительно неотвратимо было наказание. И было неотвратимое наказание, да. А потом, через какое-то время, они установили цену золота в два раза больше, то есть осуществили реальную девальвацию на более чем 100%, так сказать, доллара, и нормально. Вот такой был способ. Война плюс девальвация с реальным отъемом накоплений у населения. Вот, в принципе, по большому счету, так был решен кризис Великой Депрессии. Интересно, второй кризис конца 60-х, 70-х годов. В принципе, решение было то же самое у мировой системы капитализма. Ну тогда, американско-западной, да, потому что был советский лагерь большой еще. Они запретили обмен долларов, опять же, на золото, но теперь уже в мировом масштабе. Просто отказались, всем, у кого есть доллары, отказали менять их на золото. Вот, кстати, вот интересна судьба Деголя в этой ситуации, да, потому что первая революция, которую можно считать цветной, была революция в Париже 68-го года, студенческая. И я убежден, что она во многом была мотивирована тем, что генерал Деголь нагрузил пароходы долларами и отправил их в Америку, чтобы обменять на золото. И там был очень большой конфликт, реальный конфликт. Вот, и вот все это решение начала 70-х годов было точно таким же. Потому что, когда они апгрейтили британ-вудскую систему до Ямайкской, там, в 75-м году, и отказались уже официально от золотого наполнения долларового, то они открыли дорогу к неограниченной девальвации. Но оказалось, Саша, что этого уже мало. Ну, во-первых, войны нет глобальной, да, во-вторых, сама девальвация только ничего не решает. Вот тогда возникло чудо рейгономики. Вот наши либеральные братья здесь у нас любят молиться, лоб расшибать себе, не знаю, обо что там. А письменный стол или еще обо что-то. Какое чудо рейгономики было. Либеральное. Он там, дескать, налоги что-то понизил, там, бизнес освободил. Ерунда это все. Если посмотреть документы, реально налоги повысились, они понизились во времена товарища Рейгана. А эффект был в другом. Они к девальвации добавили новый фактор. Неограниченный кредит. И фактически рывок 80-х годов американский связан с тем, что там за правление Рейгана долг более чем в два раза увеличился. И потом рост все время по экспоненте. Вот этот американский долг с 80-го года, по-моему, там что-то с 560 миллиардов долларов. А сейчас он 18 с лишним триллионов долларов. Вот понимаете. То есть если это больше 600 миллиардов долларов в год вкачивается в экономику. И когда мы говорим, ну так в среднем, если поделить, средняя температура по больнице. И когда мы говорим об экономическом чуде американском и о том, что это стабильная экономика, вот Владимир Соловьев, еще раз говорю, конечно же прав про американский образ жизни и про то, что деловые навыки этих людей, ну, наверное, самые продвинутые в мире. Это правда. Но не надо забывать о другом, что реальным механизмом вот уже 30 лет является долговая накачка. Я тут прочел работу интересную шведских экономистов, шведской школы экономической. Они довольно убедительно доказывают, что за последние 15 лет, как минимум, вот весь обозначающийся рост в Америке прямо пропорционален и связан с ростом долговой зависимости. И никаких других оснований для этого даже минимального роста нет. Вот, поэтому я к чему все это рассказываю? Не к тому, чтобы нас успокоить и сказать, а вот сейчас ручки подирать, сейчас наконец-то Америка рухнет и, так сказать, и мы наконец-то взвейтесь кострами, у нас все станет хорошо. Нет ни к этому. Я просто указываю на то, что весь мир и вся экономическая система мировая подошла к некоторым пределам своего роста, я бы здесь сказал, естественного роста, в том смысле, что на основании тех механизмов, которые всегда были заложены и всегда эксплуатировались. И в чем следующий ход, неизвестно никому. И вот тут, к сожалению, следует признать, что соблазн решать все это, как это уже привычно, за счет раздувания некоторого мирового пожара, который на себе все должен списать, да, за счет себя. И позволить провести новую, большую социальную реорганизацию общества и создать какие-то новые механизмы. Опасность очень высокая, потому что наша европейская цивилизация по-другому, к сожалению, не умеет. Мы должны об этом помнить. Как раз утром тоже с Владимиром обсуждали, что же будет осенью, когда будет, если там рассмотрена проблема Ирана, если он вольется в нефтедобычу. Да, я слышал это ваше обсуждение. Очень важная точка. Я бы только добавил к нему, вот к этому обсуждению, один фактор. Точно, совершенно, что экономическая часть истеблишмента американского не заинтересована ни в каком снятии санкций с Ирана. Потому что мало того, что политическая позиция, политического истеблишмента и Барака Обамы жестко устраивала, так сказать, атаку на Россию через нефтяной демпинг. И они все это сделали во многом искусственно. Потому что, с одной стороны, да, конечно, есть прирост добычи в Соединенных Штатах за счет сланцевой нефти. Но там большой вопрос, насколько все это рентабельно. Это никто не может еще ответить. Да, много спекуляций по этому поводу. Но ничего, они, поскольку кредит безвозмездный, они прикрывают это дело. С другой стороны, нефть, конечно же, опять же, об этом Володя говорил, это очень важно понимать, что виртуализировалась очень сильная экономика. В том числе и ценообразование на нефть бумажное. И для такого падения, вот сто с лишним долларов до сорока пяти, в принципе, рыночных оснований баланса спроса и предложения недостаточно. Баланс спроса и предложения, да, изменился, но не радикально, не существенно. А что же произошло? Для того, чтобы так уронить цель на нефть, достаточно дать команды ведущим спекулятивным игрокам просто вынимать из этого бумажного оборота деньги. Что, по всей видимости, и было сделано. Кстати, я думаю, что это одна из причин биржевого кризиса, который сейчас разразился, потому что, когда ты вынимаешь деньги из доходного сектора, а рост цены на нефть и высокая цена на нефть, ну, была одним из немногих доходных секторов, может быть, чуть ли не единственным, как и вообще в целом сырьевой. Когда ты их вынимаешь, то ты должен в этом процессе фиксировать убытки, а нового места зарабатывания нет. И это серьезный фактор, который влияет, ну, вообще на всю эту биржевую систему. И вот, третье, по Ирану. Конечно же, политическому эстеблишменту американскому нужно, чтобы Иран ни в коем случае не сближался дальше с Россией и с Китаем. Поэтому было предпринято вот это политическое действие, да, мы прекращаем, как бы, бороться с Иран, начинаем с ним заигрывать, начинаем его увлекать, для того, чтобы, ну, американская политика очень сильно переживает по поводу того, что у России так налаживаются отношения с Китаем политически. Они очень сильно этого боятся, и главная критика заключается в том, что, ну, американская администрация чудовищно ведет политику, потому что добились самого страшного сна своего. Россия с Китаем объединилась. Так много они сделали в 20 веке, чтобы разорвать связи Китая и России, и вот теперь все вернулось назад. Нужно не допустить этого с Ираном, нельзя третьего игрока, такого серьезного, допустить в этот союз. Поэтому это было сделано. Но экономически это сыграло против них, потому что, ну, это угроза выхода иранской нефти на рынок сыграла против Соединенных Штатов, может быть, даже больше, чем там против России с ее ценой. Так, а они могут продолжить, как вы говорите, заигрывать, как-то растянуть это удовольствие, чтобы как раз поддерживать такой нестабильной ситуации, вроде и вам, и нам? Я думаю, что это вопрос очень сложный, потому что, еще раз говорю, истеблишмент, как я понимаю, американский разделен в этой части. Потому что политические интересы говорят об одном, а экономические нужды говорят о другом. И как это все связать? Ведь интересно, что конфликт вокруг вот этой иранской сделки, ну, на самом деле, беспрецедентный в Америке. Чего стоят одни заявления Кэрри с угрозами, что если мы это не подпишем, мы потеряем, объясняем он своему истеблишменту, мы потеряем ни много ни мало нашу мировую гегемонию. От нас отвернутся союзники европейские? Ну, это беспрецедентное, вообще-то, выражение для госсекретаря. Такого представить себе было трудно. Ну, не хочу это переоценивать, но точно можно сказать, что ситуация у них там очень напряженная. Иначе не было бы таких слов. В принципе, это не в их правилах выплескивать, ну, реальные проблемы, которых они на самом деле боятся. А это действительно то, чего они боятся. Они боятся потерять мировую гегемонию или ослабить ее. Потому что в тот момент, когда миру станет понятно, что гегемон как-то не очень справляется со своими гегемониями и функциями, все начнет сыпаться. Ну, мы и радиослушатели, мы должны это хорошо понимать. Мы просто прожили все это на Советском Союзе. В тот момент, когда начало быть понятно, что у нас слова расходятся с делом в советской истории, вот все начало само так оползать и осыпаться. Вот тоже ждет и Америку. В тот момент, когда станет объективно понятно, что они не могут деятельностно обеспечить то, что говорят на словах, и это самая большая угроза для них. Они это очень хорошо понимают. Но пока же удается им сохранить свое влияние и на Европу в том числе. Да, конечно. Им же нужна Европа, но не сильная. Да, конечно, удается. Но вы поймите, в истории ничто не возникает вообще вот ниоткуда. Вся ситуация с Европой была задана Второй мировой войной. Когда окончилась Вторая мировая война, Европу разделили на два протектората. Американско-британский протекторат и советский протекторат. И нужно точно понимать, что так это именно и было. И, кстати, оба протектората и их сила воздействия удерживались другой стороной. В тот момент, когда американцы хотели совсем уж там западную Европу под себя подминать, то это не давали, например, сильные коммунистические движения, которые были там в Италии, во Франции. Но там итальянская коммунистическая партия этих времен, это была большая политическая сила, огромная, при действующем там Советском Союзе. То же самое во Франции, например. И в тот же момент, когда Советский Союз, например, приводил в порядок Чехословакию с вводом войск Варшавского договора туда, то давление со стороны Запада ограничивало этот советский протекторат. Вот такая была система сдержек и противовесов, двуполярная так называемая. Но когда Советский Союз рухнул, то протекторат и гегемония Соединенных Штатов распространились вообще на всю территорию этой самой Европы, включая и восточноевропейские страны. И для Америки принципиально важно это удерживать. Но тут интересный вопрос. В принципе, все это держалось на европейском социализме, который, с одной стороны, был срисован с советского, но с модификациями и так далее, но принцип один и тот же. А с другой стороны, находился под американским военным зонтиком. То есть эти страны Западной Европы ничего практически не тратили на вооружение, они занимались своим социализмом. Вот сейчас это уже невозможно. Ресурсов для поддержания вот той модели европейского социализма уже нет. И как они будут с этим справляться, это большой вопрос. Ну а если мы на это еще положим достижения в области прав человека, в частности, право на свободное передвижение, Вот они же диктатуры Ливии, диктатуры Ирака, такие человеконенавистнические диктатуры, они уничтожили? Люди там обрели права, в том числе право на свободное передвижение. Вот они свободно передвигаются в направлении Евросоюза. Где им платят нормальные пособия. Я, кстати, как раз вчера видела видео, в комментарии было описано, что это именно лодка с мигрантами, которая причаливает к итальянскому берегу, то есть просто на пляж. Вдруг из ниоткуда-то из-за горизонта появляется значительных размеров лодка моторная, там человек 40 с сумками, с детьми, и там, где сидят просто местные люди, отдыхают на пляже, читают книги, и они вдруг все замирают, и с удивлением смотрят, как вылезает толпа смуглых людей, которые быстро выпрыгивают прям по пояс в воду, хватают рюкзаки, и также, спешно причалив в одну точку, разбегаются в 40 направлениях. Ну, вообще-то, вот, кроме... Там же есть еще и внутренняя вещь очень важная. Я по Италии, вот, например, это хорошо знаю. Я, кстати, наверное, в Италию причаливала эта лодка, да? В Италию, да. Вот, знаете, Саша, там что интересно? Ведь они же сами это все и создали, потому что до этого какой работал механизм? В принципе, не надо говорить, что все там на Западе так чисто, прозрачно вообще и так далее. Объем теневой экономики в Италии, ну, примерно 30-35 процентов, теневой. Там, во Франции, может, чуть поменьше, в Германии еще меньше, но в среднем, вот, я думаю, по Европе, это твердое 30 процентов. Как это все было устроено? А все чисто по Марксу. Вот приплывают эти мигранты, они на нелегальном положении находятся. Они все отправляются на всякие грязные, тяжелые, экологически вредные производства. Ну, в частности, я вот знаю там историю металлургического завода одного, да? И вот они там работают, потому что никто туда из белых европейцев идти не хочет. А кроме того, этим людям, которые туда пришли, не нужно платить несумасшедшие социальные платежи, страховки и все такое прочее. Медицина не нужна, да. И платят практически в черную, там, кэшем, да? Вот они работают 2-3 года, так после этого правительство принимает амнистию. Вот те, кто отработали 2-3 года, они получают амнистию и право тут находиться. Приезжает следующая волна. Так это лет 15 вот продолжалось на самом деле. Поэтому это был источник роста Евросоюза. Значительный источник роста. Вот простая эксплуатация труда мигрантов, это правда. Об этом все знают, правда, об этом никто не пишет. Ну, потому что стыдно, неполиткорректно, да? Есть термин политкорректности, который не позволяет такие вещи обсуждать неприлично. И сложно представить, что все-таки все эти люди, которые там, может быть, обжившись первое время в той же Италии, но регистрироваться, как вот мы обсуждали с нашими европейскими корреспондентами, регистрироваться там они не хотели, чтобы получить убежище там в какой-нибудь стране, которое обеспечивает их более надежными социальными гарантиями, вроде Великобритании, куда они все рвались в итоге. Сложно представить, что они все незаметно перемещались. Ведь не вчера же это возникла проблема со всеми этими лагерями. Нет, не вчера. Это была технология эксплуатации максимально дешевого труда. Но все имеет свой предел. Перенасыщен теперь рынок. Перенасыщен. Перенасыщен, потому что, ну, рухнула концепция мультикультурализма, которую на уши навешивали, они теперь сами признают. В принципе, ну, это мультикультурализм, это такая вещь, вот, типа, мы там живем все по отдельности. Я хочу спросить, как можно концепцию мультикультурализма для организации общества использовать? Никак. Потому что она не предусматривает право у тех же арабов, например, во Франции, на политическое высказывание. А ну-ка попробуйте, арабы, выскажитесь там политически. Сразу возникает конфликт. Я не к тому, что, ну, это именно надо сделать. Да, может быть, и не надо. Может быть, Европе в целях сохранения надо делать как раз обратное. Но я просто говорю о проблеме. Они просто закрывают глаза. Они делают вид, что как будто ее нет. И это самое опасное. Потому что потенциал взрыва накапливается все время. Ну, и сейчас-то уже не так и глаза закрывают. Если вспомнить то, что было в Германии, вот, пару дней назад буквально, как там, в двух городах. Причем, когда изначально пошли сообщения о том, что закидали автобусы. Словосочетание в одном предложении зажигательная смесь, мигранты. У некоторых возникла первая реакция, что вот мигранты на кого-то напали. А выяснилось-то нет, что это как раз таким образом уже агрессивно выражается протест. До чего это может дойти? Ну, в Европе это может дойти до тяжелого. Потому что, честно скажу, я своей страной в этом смысле горжусь. Потому что у нас уникальный опыт сосуществования совместного разных культур, религий, разных цветов кожи и так далее, и так далее. У них ничего этого нет. Европа всегда принимала исключительно российские решения по этому поводу. Ну, давайте в историю посмотрим, погромы евреев ведь начались не в фашистской Германии. Была Испания, было изгнание евреев и цыган из Британии. Вот, кстати, в 19 веке увеличение еврейского населения у нас в стране связано с тем, что они многие просто бежали из Европы и поселялись сюда. Да, там в России была зона отселения, но их никто не уничтожал, а там уничтожали. Вот же в чем проблема. И не имеют они в культуре способа решения этой проблемы. И это очень опасно. Очень опасно. Политолог Дмитрий Куликов у нас в эфире. Полный контакт. 10.34 в Москве. Александра Писарева и политолог Дмитрий Куликов в эфире Вести ФМ. Наверное, завершим таким образом европейскую тему. Поставят ли, на ваш взгляд, наплыв мигрантов, который произошел в последнее время, под вопрос вообще существования Шенгенской зоны? Ведь уже были какие-то такие первые робкие слова о том, что Германия задумалась, может быть, как-то изменить режим. Вполне возможно. Вот просто мы любим слова произносить без уточнения. Шенгенская зона, как таковая, останется. Они могут реализовать другое. Они восстановят границы и контрольно-пропускные пункты между собой. То есть, получив шенгенскую визу, ты сможешь спокойно проезжать из Германии во Францию, например. Но не так, как сейчас, когда нет ничего. На границе нет ни шлагбаума, ни будки. А шлагбаум и будку восстановят, и ты должен будешь показать свой паспорт со своей шенгенской визой, это как россиян касается, чтобы проехать из Германии во Францию. Вот. Дело не в том, что отменят шенгенское соглашение. Дело в том, что восстановят контроль на границах. И они об этом говорят. И вот такой сценарий вполне возможен и вполне вероятен. Ну, а Евросоюз таким образом не подточит это? Это не подточит, прямую не подточит, потому что режим перемещения товаров, людей, он по-прежнему будет бестаможенным. Но просто будет проверка. Сейчас нет проверок. Это вырастут издержки, безусловно. Это будет стоить денег. Но это рабочие места. И довольно приличных. Ну, рабочие места, да, но они не продуктивные. И ведь есть же разные рабочие места, да, понимаете, да, есть рабочие места, которые что-то производят, и есть рабочие места, которые ничего не производят. Вот, конечно. Для занятости, криминальную обстановку учатся. Ну, не знаю, сомневаюсь я в этом. Таких простых решений я не вижу. Я понимаю, что издержки вырастут и на прохождение всего этого дела, и на содержание этих границ. Они ведь очень сильно гордились, что у них упали издержки на то, что не надо было это все содержать. Возможно, что придется это все восстановить. Я не знаю, поможет ли, правда, им это. Потому что, ну, проблема действительно очень серьезная, очень глубокая. И у них культурно-исторически нет никаких способов ее решить. Ну, вот просто никаких. Потому что вместо того, чтобы признавать другого как равного себе, ну, чем, собственно, наша культурно-историческая традиция, всегда была славна, начиная с Византии, да, так сказать, мы просто признаем другого равным себе. Ну, это, кстати, как христианская заповедь, да, есть же две трактовки. Во христе нет ни Эллина, ни Иудея. Вот есть внешняя трактовка, и ей пользовался всегда католицизм, и они это продуцировали. Ну, я христианин, а этот индеец не христианин. У меня с другим христианином нет ни Эллина, ни Иудея. Но идеец, который не христианин, он другое существо, он не равня мне. А это их трактовка. И есть наша трактовка, что если я христианин, то для меня нет ни Эллина, ни Иудея. И в этом смысле нет и человека другой религии. Вот, поэтому у них нет культурно-исторического механизма с этим работать. Вместо признания другого и чужого равным себе, у них всегда, ну вот последние годы под влиянием Советского Союза, последние сто лет, да, у них вот возникла политкорректность, мультикультурализм, толерантность. Но толерантность, в переводе на русский, это просто терпение. Терпимость. Терпимость. Я должен терпеть другого. Он, конечно, извините за выражение, чмо, другого цвета кожи, но я должен его терпеть. Вот на чем построена, так сказать, психология, да. У нас ничего этого не было. Мы веками жили рядом, и никто никого друг друга не терпел. Вот этого они не умеют. Что они будут с этим делать, не знаю. Это большая культурно-историческая проблема для Европы. Думаю, ее мы будем обсуждать уже в следующих эфирах, потому что времени у нас не так много осталось. Хотелось бы, конечно, и о России поговорить, о том, что сейчас волнует многих наших слушателей, которые сейчас, вот, многие спрашивают про рост цен. Но, понятное дело, что рост цен будет, это неизбежно. Об этом говорят уже второй день все, по-моему, без исключения эксперты. Но что делать в нынешней ситуации? Во-первых, перестать произносить разные либеральные экономические мантры. Вот, и думать, что, ну, не знаете, мне вот поведение там нашего финансо-экономического блока напоминает какое-то шаманское камлание. Вот сегодня я буквально перед заходом в студию там прочитал, что Улюкаев опять сообщил, что мы опять на дне, да, и вот дальше уже некуда. Ну, это он третий раз или четвертый это сообщает. Это бесконечная какая-то история. И это заместитель ответа на вопрос, что делать. Понимаете? Потому что мы же уже на дне, дальше падать некуда, дальше оно само начнет расти. Меня, честно говоря, вот бесит от такой позиции. Я бы хотел остановиться вот на таком моменте, который, мне кажется, иллюстрирует, что делать. Потому что я хочу поддержать позицию Ткачева. О нем сегодня тоже говорили в эфире с Володей. Не потому, что я с ним, так сказать, не знаком и никак не связан, но я точно понимаю, что впервые за много лет этот человек пытается сформулировать и сформировать некоторую сельскохозяйственную политику в стране. Я категорически поддерживаю, например, вопрос уничтожения контрабандной продукции. Я понимаю весь этический момент, на котором страстно контрабандисты и спекулянты, которые на этом зарабатывают, они спекулируют на нашей этической норме. Нельзя уничтожать продукты, потому что мы очень много пережили, начиная от голодов и заканчивая, так сказать, блокадой Ленинграда. И у нас действительно есть такая культурная максимум. Но при этом я хочу сказать с управленческой точки зрения. Что такое контрабанда? Дело не в том, что это санкционные продукты. Это контрабанда. А контрабанда это продукт, который не имеет права нахождения на определенной таможенной территории. Ну, страны, которая ее таким объявляет. Дело не в том, кому как он не имеет права существования на этой территории. И это культурный метод всех стран борьбы с контрабандой. Ни одна страна контрабанду потом никуда не перепродает. Это лишает смысла вообще все, понимаете? Обратно выслать тоже невозможно. Обратно выслать тоже невозможно. Поэтому все правильно делают. Дай бог, чтобы они еще бы организационно и деятельностно там все четко делали. Чтобы это действительно уничтожалось, а никто не выносил, так сказать, куда-то в карманах и не пропадал потом. Дай бог, чтобы они справились с этим. То же самое требование Ткачева уголовной ответственности за эту контрабанду. Это очень правильно. Так и должно быть. То же самое, что он начал обсуждать в части виноматериалов. Речь не идет о том, чтобы убрать импортное вино. Или как-то его дополнительно обложить. Речь идет о том, что не надо ввозить сюда виноматериалы. На самом деле некоторые непонятные вещества, я бы так сказал, разливать их здесь в бутылки, наклеивать наши торговые марки и наши этикетки российского вина, а потом продавать. Хороший бизнес. Вот пока это существует, никакого российского вина в достаточном объеме не будет. Нужно это прекратить. Только тогда появится свободное место для дешевых вин, в которое наши реальные производители могут начать вкладываться и замещать это. До тех пор, пока есть вот эти фальсификаты под видом нашего российского вина, никакого натурального вина нашего российского у нас не будет. И так во всем. Я почему на этом остановился? Не потому, что мне Ткачев как-то дорог. Я просто привожу пример появления зачатков рациональной управленческой позиции по отношению к нашему сельскому хозяйству. Ну вот то, о чем говорят эксперты, о том, что действительно решение правильное. Мало кто спорит, но говорят, во-первых, о том, что из виноматериалов разливают вино в разных странах и точно так же употребляют. Во-вторых, если резко запретить или резко повысить пошлину, то это же будет дефицит, рост цен. Причем такой, который не заметить будет невозможно. Просит дать 10 лет. Я задам один вопрос. Когда мы вводили это ответное продовольственное эмбарго, вы помните вой? Ну, вой, это слово ничего не отображает. Это вой, виз, крики, расцарапывание себе, так сказать, кожи на лице от ужаса. Какой у нас будет сейчас продуктовый дефицит, и все мы подохнем. Вы не помните этого? И что произошло? Ну, что произошло? Исчезли некоторые виды сыров? Исчезли. Катастрофа? Ну, может быть, хотя для кого-то личная драма. Ну, к психотерапевту. Если, ну, личными драмами занимается психотерапевт, а правительство занимается системной экономикой в стране. Должно заниматься, а не личными драмами, понимаете? И до тех пор, пока мы под видом избежания личных психодрам, будем под это формировать экономическую политику, у нас ничего хорошего не будет. А на самом деле, все это ложь. Люди, которые зарабатывают на разных неприличных схемах, используют вот такую общественную активность для того, чтобы эти схемы сохранить. И ничего другого в этом нет. Они 20 лет зарабатывали на этих схемах и дальше хотят зарабатывать. И в тот момент, когда государство попытается что-то здесь отменить, они будут выходить голыми в знак протеста. Прервимся на новости, вернемся через пару минут. Полный контакт. 10.47 в Москве. Александра Писарева и политолог Дмитрий Куликов по-прежнему в эфире. Еще 15 минут у нас есть. А мы, пожалуй, поговорим об Украине. Не обойти стороной празднования годовщины независимости. Я уже рассказывала, признаюсь честно, слушателям до новостей о том, что видела я фотографию с празднования, где была изображена женщина. Но женщину было видно плохо, было хорошо видно на руках у нее кота, который был наряжен в вышиванку. Я ставлю вообще тот момент, что, на мой взгляд, странно надевать на животных какую-то одежду. Но вообще, что это значит? Это какая-то демонстрация того, что коты тоже граждане Украины? Или что? Вы сказали, что это диагностично. Да, я считаю, что вообще общественное осознание массовое украинское, оно находится в тяжелом таком клиническом состоянии. А это видно, кстати, и по людям, которые там функцию лидеров выполняют. Вот, например, господин Турчинов отличился, да, он взял, написал там в Твиттере, падение рубля к доллару, это салют в честь Дня независимости Украины. Мелочь, но приятно. Вот так он написал, понимаете? Ну, это человек, который возглавляет Совет Безопасности Украины. В принципе, очень высокопоставленный чиновник. Это обаятельная привычка писать в социальных сетях, все, что думают. Да, вот, но на самом деле это сдача анализа, да, потому что это вот, это и есть состояние ментальности украинской. Вот, в стране, которая разрушена, все, что может быть разрушено, да, вот они радуются, что произошло падение рубля к доллару. Это составляет счастье. Ну, не им хорошо, а нам плохо, вот это главное, видимо. Да, но при этом тут даже не в том, насколько нам плохо, потому что я совершенно искренне считаю, что, ну, вот сказать, что нам плохо, да, мы пока не можем. Но для них важно другое. Важно, что есть повод, по которому можно домыслить, как там москалям плохо. Вот это же греет душу. Вот, поэтому эта проблема, Саша, заключается в том, что нет у Украины вообще никакой позитивной идеологии. Ей не откуда взяться, исторически нет. Но это вот как мы с вами про Евросоюз обсуждали. Вот, да, украинская государственность была создана внутри советского проекта. И позитивной идеологии украинской государственности, ну, или протогосударственности, неполной, да, хотя там символы были все, и флаг, и гимн, и членство ООН, и так далее, да, но Украина была фактически государством внутри Советского Союза, да, другого государства. Там позитивной идеологией была советская идеология. Она, ну, все это держала. Ну, самое страшное, что могли сделать украинцы, это провести и проводить десоветизацию. Потому что вот это был единственный клей идеологический, который всю эту страну держал. Ну, Бандеровщина позитивной идеологией не является, и не может быть позитивной идеологией. В принципе, это группа террористов, Коновалец, Бандера, которые на самом деле были террористами сначала внутри польского государства. Вообще-то, вся бандеровская волна возникла на том, что террористическими методами они боролись за отделение западной Украины, а в польских терминах это восточных пределов, кресов сходних по-польски, да. Вот, отделение этих восточных пределов от Польши. И на этом вырос весь бандеровский национализм. На терроризме, на революционности и на том, что они хотели отделиться от Польши. Потом это было обрешено на Москву, на Советский Союз. Но это все негативная идеология. Она вообще ничего не позволяет ни спланировать, ни спроектировать, ни какие-то цели в будущем поставить. Она способна только разрушать. Она годится для захвата власти. Ее, кстати, так и проэксплуатировали. Вот этих нацистов проэксплуатировали по полной программе, как цуциков, для захвата власти. Захватили, кстати, власть совсем другие люди, которые красятся и им потакают. Ну, кстати, в Германии похожее было дело, так сказать. Только Гитлер в Германии всех обыграл. Там тоже думали, что они попользуются нацизмом. И здесь не исключена такая вероятность, особенно если Соединенные Штаты сделают ставку на эту террористическую негативную идеологию, то вот этим украинским олигархам, которые с этим играются, потом мало не покажется. Потому что сценарий использования вот этих вот нацистов, националистов, и создания такой зоны ИГИЛ на территории Украины, ну, ИГИЛ в кавычках, да, по типу, вполне рабочий сценарий для американского эстеблишмента. Просто товарищи украинцы, так и, они празднуют независимость, хотя давно являются материалом чужой деятельности политической. Они нифига не поняли еще, что происходит на самом деле. Поймут будет поздно уже. Так вот, возвращаясь к идеологии, нет у них позитивной идеологии. Никакой. Роль позитивной идеологии сейчас выполняет одно. Америка знамы. Мы под крышей американцев. У нас вот... Кто на нас с Васей, да? Вот это вся позитивная идеология. А дальше только негатив. Либо сугубо националистический и нацистский, либо антироссийский, русофобский. Но это сильные энергии. И нацистская, и русофобская энергия сильная. Они этим пользуются, они за счет этого живут. Но обе энергии негативные. Они имеют свой предел. Откуда возьмется Украина позитив, не знаю. Нет никаких культурно-исторических предпосылок к этому. Но при этом появились 10 заповедей украинцев, которые не ознакомились с этим выпущенным Украинской православной церковью документом. А, я видел, да, с утра видел, но как-то я первый, по-моему, абзац прочел. Но это же все... Понимаете, вот в работах бандеровского подпулия тоже есть какие-то заповеди бандеровца, справжнего, настоящего. Но я это все читал. Но это убого. Ну, оно же ничего не дает, да, кроме того, что у человека необразованного, из села, который вообще практически никогда ничего не читал, а читать умеет только по слогам, оно выполняет функцию такого замещения. Потому что, ну, есть культура, есть знания, а есть фикции такого же типа. Вот, там, слова написаны, а значения и смысла за ними нет. Такого много. Кстати, в Советском Союзе много такого стало, особенно на позднем этапе советского развития. У нас много было слов, которые ничего не значили. Но мы все должны были их повторять. Ну, в Советском Союзе было много чего и реального. А вот на Украине сегодняшней есть только слова, которые ничего не значат. Все должны их повторять, верить в них. Соприкосновение с реальностью будет тяжелым. Потому что от реальности убежать нельзя. Можно какое-то время ее ретушировать. Можно, наверное, достаточно долго, но не бесконечно. По поводу политического будущего Петра Порошенко тоже хотел узнать у вас мнение. Речь его была в День независимости достаточно такая пылкой, когда он говорил по поводу агрессии России. При этом на переговорах в Берлине речь шла совсем о другом. И как раз тот факт, что не позвали Россию, потому что Россия не участвовала. Кто-то из экспертов говорил о том, что просто там собираются его отчитать за невыполнение соглашений. И к тому же в ряде немецких газет были такие публикации, что Порошенко остались считанные там месяцы. Может быть, его политическая карьера. Ну, здесь будет все зависеть от американцев. Помните, это замечательное наше кино. Здесь и от меня все зависит. Ну, в формуле любви, там, кузнец так выражался. Все будет зависеть от американцев, потому что, я так понимаю, они подзависли немножко. В принципе, Порошенко сконцентрировал силы, войска приготовился, а команды пока нет атаковать. Она, наверное, то есть высокая вероятность, что она все-таки последует, эта команда. Нет, чего ждут тогда? Вот, Европа, для Европы это страшный сон. Ну, как политически, так и все эти потом последствия. Поэтому, ну, Меркель честно сказала, я считаю, что она честно сказала, зачем они позвали Порошенко. Вот, она дословно сказала следующее. Мы пригласили Порошенко, чтобы он высказал нам позицию Украины по отношению, значит, кризису в Донбассе. Я считаю, что Меркель позвала Порошенко спросить, ну и что ты собираешься делать? Потому что всем понятно, что если он перейдет в атаку, то это будут санкции Соединенных Штатов, это будет их решение. И это радикально изменит ситуацию. Ну, в этом плане же, получается, Европа ничего не может сделать. Меркель, Аланта, они могут, конечно, говорить что угодно, но если поступит сигнал, то все равно будет... Европа ничего не сможет сделать, это точно. Но вот этот страшный сон американцев про то, что в Европе начнутся процессы, которые они не смогут контролировать, будет более реалистичным. Потому что и Меркель, и Аланта подписались под Минскими соглашениями. Они, кстати, публично заявили, что Минские соглашения являются единственным решением. Вот сейчас опять они сказали. И вообще и близко никакой мысли об изменении нормандского формата и Минских соглашений у них в голове нет. И они будут добиваться их реализации. Вот если на этом фоне американцы отдадут приказ о наступлении, то вопрос о власти и о статусе этих европейских лидеров повиснет в воздухе очень большой-большой знак вопроса. И они этого боятся. Они, понимаете, и помогать нам не могут, и поддержать атаку американцев тоже не могут. Очень интересная ситуация с точки зрения политики. Ну, будем смотреть, как будет развиваться эта самая ситуация. Политолог Дмитрий Куликов был у нас в эфире. Всем хорошего дня. Полный контакт.